Главная пешеходная улица Советская сегодня стала одной из необычных молодежных площадок. Здесь у передвижной сцены возле кинотеатра «Беларусь» собрались самые инициативные, активные и целеустремленные школьники Беларуси. Четвертый республиканский смотр-конкурс пионерских агитбригад «Зажги костер добра» сегодня стартовал в городе Надбугом. Этот конкурс-смотр является традиционным. Он проходит раз в два года. Первый стартовал в 2009 году. И место проведения выбрано не случайно, поскольку нас ожидают юбилейные даты. Это празднование 70-х годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а в следующем году и 70-летие победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пионер – это не просто активист. Это верный помощник и друг, который не только хорошо учится, но и всегда приходит на помощь товарищу. Несмотря на свой юный возраст, участники смотра конкурса полностью осознают ту ответственность, которая была возложена на них с момента, когда они впервые надели красно-зеленые галстуки. Я уже год в пионерах, и у нас очень много мероприятий интересных. Мы участвуем в разных конкурсах, и мы побеждаем. Я вообще люблю быть пионером, потому что мне это нравится, потому что я очень активная, а вот пионер, он должен быть всегда активистом. Мы участвуем в разных мероприятиях, то есть где можем, только там участвуем. Нам нравится, потому что мы такие по характеру, наверное, что нам вместе как бы быть всегда. Кроме смотра конкурса пионерских дружин, сегодня в Брест переместился молодежный марафон 70, приуроченный годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, участники исторического путешествия, ветераны Великой Отечественной войны, а также актив Республиканского союза молодежи. Патриотическая акция стартовала накануне в столице нашего государства, в городе Минске, и направлена в первую очередь на патриотическое воспитание молодежи, например, героев войны. Знаменательно, что вторым городом участником стал именно славный Брест. Основная цель марафона – это привлечение внимания молодежи к теме Великой Отечественной войны, привлечение внимания молодежи, акцентирование внимания молодежи на подвиги советских солдат в годы войны, чтобы, несмотря на то, что 70 лет назад война на территории Республики Беларусь окончилась, но след ее и уроки той войны, они до сих пор еще очень актуальны. Неотъемлемой частью проекта стала передвижная выставка «Музей Буз», которая также будет путешествовать по областным центрам Беларуси. Здесь представлены экспонаты, свидетельствующие о героизме белорусского народа и рассказывающие об истории освобождения Синеогой от немецко-фашистских захватчиков. Это музей, который придет в гости к вам. Задача не только показать, но какой-то интерес вызвать, для того, чтобы они пришли. Потому что, конечно, в этом музее экспонатов далеко не столько, несмотря на то, что и музей Великой Отечественной помог войны, и линия Сталина, здесь далеко не столько экспонатов, сколько есть у нас в нашем музее Брестской крепости. Здесь представлено вооружение Великой Отечественной войны, представлены личные вещи, представлены образцы газет, представлено центральный экспонат, это шашка, которая когда-то была в руках самого Багромяна, и которую он подарил Центральному комитету Ленинскому комитетическому союзу молодежи Беларуси. Мероприятия Белорусской пионерской организации и Белорусского союза молодежи прошли ярко и красочно. До главного праздника страны еще несколько недель. А значит, огромное количество акций, посвященных 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, еще впереди.